Ольга Ситникова Мастер по изготовлению самобытных бурятских кукол После первого общения со своим наставником Ольга поняла, что для того, чтобы начать бизнес Она должна придумать технологию для массового производства кукол Каким образом нам масштабировать до 100 штук? Для этого она начала эксперименты с силиконовыми формами Батюшки, батюшки, батюшки Боже, он весь в пузырях Ужас Вторая получше получилась Сейчас я покажу оригинал для сравнения Две одинаковые Это у нас первая была испорчена Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с ручками Так, пальцы не пролились Ужас На экспертном совете Ольге дали задание Итак, Ольга Следующим этапом мы должны определиться с работниками Кто будет шить второстепенные детали для наших кукол Выполнение этой задачи у Ольги было всего неделя Поэтому Ольга обратилась к своим знакомым Знакомым знакомых и близким родственникам Да, пока у меня 5 человек нашлось, которые согласились мне помогать Которых я обучаю сейчас своему ремеслу Чтобы в будущем они уже работали Уже со мной зарабатывали деньги Значит, девочки, шьем дыгыл Шьем таким образом Будущая изготовительница кукол с пониманием отнеслись к делу Душу вложить надо в это дело Чтобы красиво получилось, конечно, надо стараться Такого уровня я, допустим, кукол таких не видела Ну, конечно, привлекает в первую очередь то, что работа творческая То есть не надо будет целыми днями сидеть с бумажками Можно проявить свою творческую натуру А что в этой работе творческого, если будете изготавливать абсолютно одинаковые куклы? Ну, как? Процесс изготовления кукол Ольга разделила на 6 этапов Первый этап идет изготовление лица, ручек, ножек отдельно Второй этап идет сборка общая То есть мы все это соединяем в единое целое, в единую куклу Третьим этапом идет у нас изготовление обуви Четвертый этап – изготовление одежды Пятым этапом – это изготовление головного убора И шестой этап – это уже идет раскраска куклы и установка на площадку Сейчас Ольга еще не определилась, каким образом будет выглядеть организация труда на ее предприятии Либо каждый человек у нас будет собирать одну куклу Либо мы будем разделять работу Один делает одно, один этап Другой делает второй этап Третий, третий и так далее Пока я еще не нашла вот эту вот золотую середину Где лучше, как лучше сделать Бизнес-наставник Дугар определил способ производства и позиционирования товара И мы будем так и декларировать, что это продукт ручной работы Мы попробуем это продать Люди будут покупать Мы увидим спрос Увидим канал избыта Как лучше продавать Я не могу посчитать конкретно, сколько могут сделать мои работники Я могу сказать за себя, но в данный момент я не могу сказать за работников Скажем, мне нужно хотя бы месяц поработать с ними И потом я смогу только высчитать, сколько же они все-таки смогут сделать Я думаю, что предварительно мы возьмем ваши цифры гипотетические Которые основаны на вашей производительности труда Возьмем за эталон, к чему должны стремиться мастера То есть, если у меня на данный момент 5 работников Если они вот через месяц научатся делать вот так, как я делаю все это То через месяц они, допустим, смогут каждый по 3 куклы делать Учитывая, что 5 работников будут делать по 3 куклы за смену В течение 22 рабочих дней Дугар вычислил месячный доход Ольги 495 тысяч, что в целом неплохо Нам нужно еще будет определиться с оплатой труда С налогами И из этого валового оборота в 500 тысяч, который мы можем сделать Да, высчитывать все расходы Теперь у Ольги есть понимание того, как она сможет начать массовое производство кукол Однако возникли вопросы Как реализовать товар? Как выплачивать зарплату? Где взять деньги на производство? Все эти вопросы предстоит решить Ольге, начинающему предпринимателю Смотрите нас с понедельника по пятницу после программы «Новости дня» в 20.00 на канале ТВКом А также на сайте infpol.ru Продолжение следует...